Здравствуйте! Приглашаю вас на урок самопознания. Продолжаем разговор о семейных ценностях, об уважении членов семьи по отношению друг к другу, о взаимопонимании. Тема урока в семейном кругу. Постараемся более глубоко вникнуть в смысл изречения Льва Николаевича Толстого «Счастлив тот, кто счастлив у себя дома». В основе данной мысли лежит общечеловеческая ценность – любовь, являющаяся началом всего живого на земле, основополагающим стимулом для созидания и отношений между родными и близкими, духовно-нравственных семейных ценностей. Продолжение следует... По мотивам рассказа Патриции Сен-Джон «Белый платок» Прямо на тротуаре, рядом с автобусной остановкой, уставившись в землю, сидел одинокий мужчина. Некоторые прохожие оглядывались на него. Мужчина не обращал ни на кого внимания, погрузившись в глубокие размышления. Он снова и снова вспоминал всю свою прошлую жизнь. Более двадцати лет назад он родился и рос в своем маленьком красном кирпичном домике на соседней улице. Этот дом, быть может, уже разрушен. Но, возможно, фиалки еще остались на прежнем месте. Странно, но он очень хорошо помнил эти фиалки. Еще он помнил качели, которые ему когда-то смастерил отец. И дорогу вдоль огорода, по которой он учился ездить на велосипеде. Родители многие месяцы копили деньги, чтобы купить этот велосипед. Спустя десять лет велосипед сменил мопед. И юноша все реже показывался дома. Он хорошо зарабатывал, и у него появилось много друзей. А родители вдруг стали совсем старомодными. На дискотеках было намного веселее, чем с ними. Мужчина невольно передернул плечами. Воспоминания об этом периоде жизни он хотел бы перечеркнуть или хотя бы спрятать как можно дальше. По крайней мере, мысли о том дне, когда маленькие долги выросли в гору долгов, и он поехал за деньгами к родителям. Мать сразу же захлопотала вокруг него, накормила. А отец смотрел на сына такими радостными и любящими глазами, что сын не смог огорчить их просьбой о деньгах. Он знал, где у отца лежат деньги. И поэтому, когда родители на мгновение вышли из комнаты, он просто взял нужную сумму и ушел. С этого дня юноша больше не видел своих родителей. После такого поступка ему уже не хватало мужества вернуться домой и посмотреть в глаза родным. Он уехал в другой город. Безостановочно переезжая с места на место. Отец и мать ничего не знали о дальнейшей судьбе своего сына. Он много думал о них по ночам. Иногда, когда луна рисовала причудливые фигуры, мечтал, когда-нибудь поеду домой, к родителям, если вообще они еще живы и хотят меня видеть. Мужчина устроился на работу в большом городе, но покоя не находил. Какая-то неясная, неудержимая сила тянула его домой, и он не мог ей сопротивляться. На каждом шагу что-то напоминало ему о маленьком кирпичном домике, о клумбе с фиалками. Решение вернуться домой наконец созрело. Но поскольку денег на дорогу почти не было, большую часть пути пришлось идти пешком или ехать на попутном транспорте. Ему оставалось совсем немного, всего каких-то 30 километров, когда его охватило сомнение, какое он вообще имеет право войти в родительский дом. Узнают ли в нем опустившимся человеки своего сына, которого так любили и который так жестоко обманул своих родителей. Мужчина купил немного еды и сел под дерево, где остался до конца дня. Письмо, опущенное вечером в почтовый ящик, было коротко, хотя писал он его несколько часов. Заканчивалось оно словами. «Я знаю, глупо думать, что вы меня вообще хотите видеть, но вам решать. Рано утром в четверг я буду на нашей улице. Коль вы согласны встретиться со мной, повесьте на окне моей бывшей комнаты белый носовой платок. Если он будет там висеть, я войду. Если нет, помушу рукой на прощание старому дому и отправлюсь дальше в другие места». И вот настал четверг. Улица была прямо за углом. Вдруг мужчина перестал торопиться, сел прямо на тротуар и уставился на камни, лежащие под его ногами. Но вечно оттягивать решительный момент нельзя. Может быть, родители уже переселились в другое место. Если на окне не будет белого платка, он зайдет к соседям, спросит у них о родителях и уйдет. Зажмурившись, мужчина стоял несколько минут под деревом. Затем, глубоко вздохнув, медленно открыл глаза. Он посмотрел на другой конец улицы, да так и застыл от удивления. Когда лучи солнца осветили дом, это не был больше маленький красный домик. Он был похож на снежный дворец, весь увешанный белыми покрывалами. На каждом окне виднелись белые простыни, занавески, носовые платки. Дом сиял в лучах восходящего солнца. Мужчина заплакал. Сердце его трепетало. Он подошел к крыльцу. Дверь распахнулась. Ответьте на следующие вопросы. Почему в родительском доме всегда ждут своих детей? Каковы, на ваш взгляд, самые значимые семейные ценности, лежащие в основе каждой семьи? Есть ли в вашей семье секреты, которые позволяют оставаться вам сплоченными и дружными со своими близкими? Традиции сплачивают не только семьи, но и целые народы. Они дарят хорошее настроение, укрепляют патриотические чувства, помогают лучше узнать культуру и национальные особенности. Некоторые необычные традиции можно перенести в свою семью и устраивать по этому поводу маленькие праздники. Более 100 лет назад интересную традицию придумало британское правительство. Все жители страны, которым исполняется 100 лет, получают телеграмму от действующего правителя. Конечно, эту традицию нельзя причислить к семейным полностью, но получить теплое поздравление от королевы Елизаветы приятно не только виновнику торжества, но и всей семье. Мужчинам в Италии не следует носить носки белого цвета на публике, так как по расхожему убеждению так поступают только маменьки-насынки. В Испании со всеми соседями принято обязательно здороваться, даже если вы с ними не знакомы. В Ирландии, если кто-то к вам зашел в дом, нужно обязательно предложить ему кофе или чай. В Китае традиции предполагают, что в гостях за вами будут ухаживать другие, поэтому и вы, в свою очередь, должны будете также ухаживать за соседями. Каждому из нас нужно место, где тебе спокойно и хорошо, где ты отдыхаешь душой, где живут твои близкие, родные люди. Такое место – твоя семья. Чаще всего семейные ценности живут в рассказах из прошлого, которые передаются из поколения в поколение. Создайте несколько рисунков кадров для рисованного фильма «Семейные традиции». Свою творческую работу выполните в тетради на странице 59-60. Продолжаем работать над проектом. Подготовьте и проведите семейную гостиную. Пригласите родителей на открытый диалог по теме. Выбор профессии. Кто его определяет? Свою работу поместите в дневнике проекта «Мое призвание». Завершают урок слова поэта Олега Ложкина. Кто на свете милей и дороже? Я отвечу вам слов не тая. И прекрасней всего и надежней. Это хрупкое слово «семья». Ведь разрушить его очень просто и порой очень сложно создать. Значит, каждый из нас в жизни должен за семью свою грудью стоять. «Семья» — это близкие и родные тебе люди. Берегите себя и своих близких. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова